итак у нас на ремонте шкогда октавия тур здесь двигатель стоит 1.9 тды дизель с турбиной турбина простая но проблема частая в том что протирается не сын интеркулера когда я снял вот этот патрубок и подал давление было слышно что где-то шипит для того чтобы проверить на герметичность впускной тракт и вот здесь вот там на стыке пластика и интеркулера вот сюда я смотрю пластик трет они с интеркулера и он протер соты частая проблема многие жалуются для этого нужно снять интеркулер и будем пытаться или как нормальные люди поменять или что-то сделать с этим отремонтировать значит для этого необходимо снять вот этот патрубок снимается просто хомуты разжимаются и вытаскивается наверное буду снимать прямо вместе с вот этим патрубком нужно снять бачок он снимается вот этот вот эта гайка и вот такая же самая гайка там внизу попробую показать вот именно именно вот это там точно такая же гайка ну и нужно для удобства сниму фару фара снимается просто здесь вот раз два три четыре винта даже в принципе три потому что этот не обязательно это поворотник от пары откручиваем и после того как поворотник сняли все таки нужно отдельно поворотник снимать и вот там еще один такой же винт и фара просто вынимается так неудобно поэтому раз так неудобно нужно или более длинный или использую такой у меня есть поворотный приспособление для шуруповерта и вытаскиваем фару патрубок снимается просто обыкновенными плоскоупцами или вот такими более крупными зажимаем хомут и утягиваем его в сторону и тогда можем вот так вот зажимаем и тягиваем этот тоже и с обратной стороны этот тоже ну и все а здесь он просто на вот так снимается единственно что ложите так чтобы ничего не попадало проверяем немного ли там разные гадости нужно ли чистить ну и затыкать затыкаем все дырки чтобы никуда не попадала грязь сейчас оторву кусок затыкаю чтобы пыль туда не попадал снимаю теперь и эту часть здесь наверно сначала сниму фару фару решил снимать немножко не не подходит и я попробую вот таким устройством подлазит поворотно не откручивается нужно сначала сорвать сейчас сделаю какой-то удлинитель и откручу там загибом ну это я просто удлиню и откручу у меня есть еще гибкий поворот более жесткий для ключей они для за такой мягкий и жесткая не открутишь ну и тут я смогу нормально открутить и теперь фара вытаскивается куда-то туда еще упала гаечка снять разъем и тогда фара отсоединяем провода и снимаем фару значит по поводу того как снимать разъем смотрите вот здесь должен еще быть флажок на который нужно нажимать и тогда снимается но у меня его уже нет уже был выломан поэтому он просто расшевелили вытаскиваем если флажок есть то нажимаем на флажок и вытаскиваем что же после того как вытащил фару стало видно по какой причине протерлась смотрите вот здесь пластиковая защита которая направляет воздух она слетает с фиксаторов и вот была в таком состоянии соответственно там она просто терпалась и протирала как-то ее нужно фиксировать и сделать так чтобы было не жестко края то ли резину подложить ну что-то мягкое или поролон чтобы она не от вибрации не протирала алюминиевый радиатор интеркулер но сейчас в любом случае мы его снимаем для того чтобы снять этот патрубок или здесь или здесь разжимаем хомут наверное здесь короче было потому что вот эту штуку не очень удобно а не сюда у фару его удобно снимать как раз если пара снята проблем не будет поэтому наверное сразу здесь разнимаем дальше снимаем разъем чтобы снять разъем нажимаем на флажок здесь есть флажок вот этот флажок флажок снимаем поднимается снимается с фиксатора вот здесь и вытаскивается если не снимается вам сложно то надо сначала придавить чтобы освободить чтобы фиксатор у освободился и тогда флажок нажимается после того как мы сняли и нас освобождается вот это крепление вот это на 10 ключик кстати 2 и это и 2 откручиваем 2 болта и там будет еще снизу крепление и так для того что после того как мы открутили это 2 крепления уже он подается и там осталось одно крепление и один патрубок это был выпускной патрубок выходной а вот это вот у него входной патрубок и вот здесь рядом с входным патрубком у него вот это болт крепления еще один а тут точно также хомут расслабляем снимаем и все и тогда у нас есть возможность снять интеркулер и уже смотреть что мы с ним можем сделать ну что же хочу сказать что из всех вот этих полосок только вдруг пропускала сильнее всего вот этой первой я в принципе запаял заварил алюминиевым электродом с помощью газовой горелки не специального припоя в принципе я то это сделал но хочу сказать что лучше поменять на мой почему потому что рядом с нижней вот этой пластиковой штука она греется начинает плавиться не очень удобно металл достаточно толстый здесь металл достаточно толстый теплоотвод хороший нагревается плохо и плавится этот пластик поэтому я сделал но тут немного но так когда начинаешь греть начинает аж пластик вылазить от давления а потом начинает еще и подтравливать воздух поэтому из-за этого поэтому лучше наверное поменять на новый но во всяком случае если пользоваться вот такой большой горелка у меня горелка большая и она пятно большое разогревает пластик поэтому но вы уже смотрите сами мне удалось эти две точки поставить разогревается долго быстро не получается из-за того что здесь вот эти сотые алюминиевые не вот эти вот а именно основные ламели достаточно толстые и разогреваются плохо но так в принципе все нормально единственное что я хочу сделать я подрезал вот здесь вот эта часть била сюда и и прорезала полосу я взял ножиком и вот немножко срезал чтобы когда она становилась вот так и потом пазы сюда здесь вот разболтались пазы поэтому когда я поставлю на машину я здесь еще стяжкой пластиковой стяжкой зафиксирую чтобы не не стягивалась и собственно вот здесь вот есть такой люфт я сейчас резиночку сюда подложу чтобы она уперлась в резинку ну а так сейчас ставлю на место и собираю назад вот такой ремонт как видим что это возможно но есть определенные трудности из-за того что пластиковые вот эти части а так если бы он был цельнометаллический то вопросов бы не возникало сильно нагревать нельзя на этом ремонт заканчиваю все в обратной последовательности собираем и будет вам счастье всего доброго увидимся на канале собираем в обратной последовательности ну что же вот таким образом я поступил здесь в этой крышке которая ставит но направляющий дефлектор для воздуха вот там я подрезал и не и вставил такую пенку для того чтобы хоть она в принципе не будет уже доставать но чтобы не телепалась в зазор поставил пенку и вот здесь сверху чтобы не соскакивала вас фиксаторы по сути дела уже не держат я хорошей стяжкой в две длинные стяжки стянул вместе и теперь она будет держать все собираем в обратной последовательности вот таким образом я устранил посоветовал бы не заморачиваться а просто поменять не так дорога стоит интеркулер но если у вас есть инструменты опыт то запаять в принципе возможно хотя есть некоторые нюансы но теперь собираем и не забываем вытащить тряпочки которые есть потому что это может быть проблемы ну заодно я и открутил и промыл датчик надува обыкновенной водожкой ну типа водожки у меня есть ходо такая смазка тоже вымывающая и или водожкой промыл и поставил на этом все буду заканчивать таким образом я устранил утечку из интеркулера ну и вроде бы в других местах у меня протечки не было во всяком случае слышно было только отсюда хотя она небольшая но однако стоило обратить на это внимание увидимся ну а как я находил я просто от компрессора сделал такой переходник который сюда надевается и зажимается по по размеру сейчас покажу